Государственная автомобильная инспекция была создана в нашей стране 3 июля 1936 года, то есть 82 года назад. За это время в стране изменилось многое. Больше стало дорог, они стали лучше, гораздо больше стало автомобилей и автомобилистов, а сами автомобили стали быстрее. Неизменным осталась только главная задача, которую выполняет ГАИ, это обеспечение безопасности на дорогах. Как эта задача решается на Ставрополье, об этом поговорим с главным государственным автоинспектором Ставропольского края Алексеем Сафоновым. Алексей Николаевич, добрый день. Добрый день. Я хочу сразу отойти от плана, который я приготовил, и спросить вначале про очень популярный видеоролик в социальных сетях и в частности в Ютубе. Это ролик на канале 23 регион, какие-то краснодарские блогеры сняли видео под названием «Рейд КМВ», где они, не знаю как правильно сказать, выясняют отношения с автоинспекторами региона Кавминвод. Там якобы был какой-то повод, конфликтная ситуация, что ли. Ну, зрители могут на это посмотреть, чтобы понять, о чем мы говорим. А я хочу спросить ваше мнение по поводу этих роликов и поведения обеих сторон в них. Совершенно вы правильно подметили, сейчас интернет-пространство заполнило большое количество разных видов роликов, в том числе о том, который вы сейчас сказали. Это не ново для нас, и мы реагируем следующим образом. Во-первых, в сражении данного ролика мы прекрасно видим, что сам автор комментирует активной социальной позиции гражданской. Он принял такое решение, он считает это правильно, где-то вести себя грубо, на мой взгляд, где-то по-хамски. В каких-то случаях мы видим, что сотрудники ДПС, на мой взгляд, не совсем верно реагируют, не совсем жестко реагируют. В настоящее время по всем этим фактам мы пройдем проверку. Но самое важное из этого ролика мы извлекли следующее. Мы будем использовать такой ролик, как учебное пособие для сотрудников ДПС. Не надо выдумать дополнительные вводные, какие-то ситуации придумывать командирам, начальникам госинспекции. Просто пошагово разбирая сюжеты из данного ролика, можно грамотно и четко на будущее выстраивать работу сотрудников ДПС. Еще раз повторяю, что это не первый, не второй и не последний блогер, которые у нас и в крае, и по России, они колесят, набирают себе баллы, просмотры. Мы это все понимаем, экономическая подоплека. Отчасти, еще раз говорю, что мы реагируем правильно на эту ситуацию, но надо пожестче. Потому что есть ситуации, когда такое хамское поведение надо пресекать сразу на корне и привлекать к ответственности. И граждан, которые хамски ведут себя, и сотрудников ДПС, которые не в полном объеме выполнили обязанности и не пресекли ту или иную ситуацию. Либо не разъяснили гражданину законные права и интересы его. Я сейчас вижу два направления, по которым развивается госавтоинспекция. С одной стороны улучшается техническое оснащение вашей службы, с другой стороны, насколько я знаю, происходит некоторое сокращение штата. Как это сказывается на эффективности работы и то и другое? Действительно, когда произошло сокращение, в самом нормативном документе, который определял сокращение по конкретному количеству штатных единиц, было прописано постоянно осуществлять мониторинг ситуации, складывающейся с обстановкой по безопасности дорожного движения. То есть с аварийностью и в целом влияние сокращения на ситуацию на дорогах. Ну, наверное, сейчас картина уже более-менее понятна. И вот, сказалось ли сокращение, либо же какие-то другие факторы, не готов сейчас ответить. Но можно констатировать, что на территории Северо-Кавказского федерального округа, Южного федерального округа, в большинстве его субъектов наблюдается такой, знаете, небольшой всплеск аварийности. Мы разбирались в причинах, почему это все-таки произошло. Только думайте с цифру. За этот год сотрудниками госинспекции Старопольского края задокументировано 380 фактов неповиновений со стороны граждан, сотрудникам дорожно-патрульной службы. Практически 400 фактов. Для примера, за это же время в Московской области всего лишь 80 таких фактов. В Центральной России порядка 30 фактов. Почему? У нас ментальность другая. Вот совершенно ответили на мой вопрос. Это ментальность. К сожалению, видимо, а может быть к счастью, но мы такие из Южного региона граждане, мы такие где-то красноречивые, где-то горячие ребята. Нам нужно поспорить. И камеры фото-фидеофиксации, видимо, не всегда заменяют живого сотрудника дорожно-патрульной службы. Мы, конечно, не ждем то, что сейчас нам увеличит штатную численность. Мы сейчас определили те аварийные места, и сотрудники госинспекции несут в основном в этих местах, где наиболее скоростное движение интенсивное, где транспортные потоки пересекаются с пешеходными переходами. Мы там несем службу. И в настоящее время в целом нам удалось стабилизировать обстановку с аварийностью за перетоком первого полугодия. И несмотря на то, что количество ДТП незначительно увеличилось, вместе с этим число погибших, самое главное, сокращается уже пятый год подряд. И в текущем году также оно сокращается. Я знаю, что в своей работе госавтоинспекторы сталкиваются не только с хамством, но еще и с риском. Часто ли приходится применять им в своей работе физическую силу или специальные средства, либо табельное оружие? Я уже частично ответил, что вот более практически 380 фактов в этом году мы документировали фактов неповиновения сотрудникам госавтоинспекции. В каждом третьем случае мы используем специальные средства. Наручники, либо же это средства, к сожалению, более жесткие, это и газовые баллончики и так далее. И доставляем гражданам территориальный орган от них дел. Значит, по решению суда они помещаются в специальные помещения для административно арестованных. Что касается применения оружия, то таких фактов также стало больше. После трагического случая, вы знаете, в городе Пятигорске, когда состояние эффекта сотрудники применили физическую силу. К сожалению, водитель, который до этого неоднократно не выполнил требования сотрудника об остановке, он погиб. И тогда был серьезный резонанс общественный, почему сотрудники ДПС не применяли оружие. Ведь возможность где-то была, где-то не была. Дискуссионный вопрос. Мы разбирали видео неоднократно. И сейчас к единому мнению так и не пришли. Но вместе с этим мы извлекли уроки. И создали на базе отдельного батареона ДПС города Невиномыска специальный учебный полигон. Мы об этом уже говорили. И вы знаете, уже более полтысячи сотрудников ДПС прошли обучение. Где они и правую основу получили правильного применения оружия. На практике они применяли оружие. То есть эта работа проводится, скажу так, не каждый день, но практически каждую неделю сотрудники ДПС применяют оружие и специальные средства. Вот я хочу подчеркнуть. Тот факт, что они чаще стали применять оружие и специальные средства, это не значит, что ухудшилась криминальная ситуация на дорогах. Это значит, что они стали более жестко пресекать, да? Совершенно правильно. Ведь задача службы госинспекции в настоящее время остается, как и ранее. Это борьба, я с инными словами не могу назвать, не пресечение, а борьба с грубиянами на дорогах, с лихачами на дорогах. Потому что именно они совершают более 90% всех дорожных происшествий с тяжкими последствиями. Вот как раз-то мы должны поставить жесткий барьер. Если сейчас вы видите транспортное средство, затонированное по кругу и с обрезанными пружинами. Я больше чем уверен, из практики говорю, что именно это транспортное средство будет участником и виновником дорожно-транспортного происшествия через месяц, через два, через полгода. В принципе, веревочек, сколько они весят, все равно будет конец, он наступает и в данной ситуации. И наша задача службы ГИБДД именно бороться с грубиянами, с лосканами научителями права дорожного движения. И применять полностью закон, который нам предоставлен. За последнее время в городе и в крае, я имею в виду Ставрополь прежде всего, значительно увеличилось количество камер видеофиксации, для того, чтобы контролировать скоростной режим. Как это повлияло на поведение водителей? Я не буду скрывать, я такой же автомобилист, естественно, соблюдая право дорожного движения, как законопослушный участник дорожного движения, посмотрите, какой скоростной режим установился на проспекте Кулакова. Прекрасно ехать, практически никто никого не обгоняет, не подрезает, потому что установлено 6 комплексов фото-видео фиксации. Сначала было непривычно, сейчас все привыкли, двигаются с общим скоростным потоком, ДТП практически сведены к нулю. Вот вам и результат фото-видео фиксации установки этих камер. Что касается направлений, которые мы закрыли, Ростовская, Краснодарская, в сторону Республики Дагестан, число ДТП, где камеры мы установили, и в целом даже в направлениях этих снизилось практически в два раза на этих участках дорог за это полугодие. Больше чем уверен, что эта работа будет уверенно продолжаться в Старопольском крае, и фото-видео фиксация нам помогает. Не всех лихачей она останавливает, но в основном законопослушных участников, которые где-то хотят полихачить, это сдерживает. Но ускорится немножко, да, торопятся домой. Знаете, накануне этого интервью, когда мои знакомые узнали, что я буду беседовать с вами, попросили вам задать два вопроса. Вот это не мои вопросы, но я обязан их передать, да, люди спрашивают, кто оплатит ущерб, если ДТП произошло из-за некачественного дорожного покрытия? Если ситуация произошла ДТП по причине ямочности, по причине отсутствия какого-то дорожного знака, вы не увидели дорожный знак, потому что его просто не было, и выехали со второстепенной дороги. Даже такие ситуации бывают. Если даже отсутствие дорожной разметки. Это все нужно на месте актировать, присутствие сотрудников госинспекции. Если вы оформляете ДТП по Европротоколу самостоятельно, с учетом фото-видео фиксации, и потом в гражданском порядке вы спокойно обращаетесь в судебные органы и выигрываете иски. Такая практика уже активно применяется в крупных городах Российской Федерации. Мы идем по пути именно в этом направлении Европы. Там прекрасно давно это все работает. И я больше чем уверен, что наши граждане также должны использовать эту практику. Недоработа органов власти в данной ситуации вовремя не устанили ямочность, либо же в настоящее время обрезку деревьев провели на светофорных объектах, на дорожных знаках. Надо суть и общественного контроля, и самостоятельно обращаться. Последний вопрос, который меня просили задать, про конкретную ситуацию. Авто эвакуировали за неправильную парковку на штрафстоянку. В Ставрополе такое происходит регулярно. Отдавать со штрафстоянки без разрешения ГАИ отказались. Это удержание собственности против воли владельца. В Москве это уже отменили. Почему нельзя отменить у нас? Я не знаю, поадресу ли вам этот вопрос? Знаете, если это мое мнение. Эвакуация транспортных средств действительно должны заниматься органы власти. Пробки, заторы – это взаимосвязанная ситуация с наличием соответствующих мест стоянок, парковок и так далее. Этим заниматься должны органы власти, владельцы дорог. И вот эти нарушения, которые мы сейчас фиксируем по законодательству, конечно, они связаны с бесперебойным движением транспортных средств. Но поверьте мне, на аварийность это не влияет особенным образом или значительным образом. А служба ГИБДД, в первую очередь, нацелена на пресечение грубых нарушений, пресечение безопасности. То есть меньше ДТП погибших и раненых граждан должно быть. И в данном случае, да, в городе Москве эти полномочия уже переданы органам власти. Сейчас мы получили распоряжение Министерства внутренних дел, чтобы эту же работу мы провели с органами власти, субъектов, в данном случае Старопольского края. Мы обратились к губернатору Старопольского края и сейчас изучаем опыт Москвы и насколько приемлемый опыт столицы нашей Родины к нашему краю. И я думаю, больше чем уверен, еще раз заявляю, что уверен, что мы возьмем этот опыт и эти полномочия, ближайшее будущее, перейдут к органам власти. А нам будет больше времени заниматься лихачами и грубиянами на дорогах, чтобы сохранять жизнь и здоровье участников дорожного движения. А этой задачей должны выполнять, заниматься органы власти. Спасибо большое. Я хочу вас, ваших коллег, поздравить с профессиональным праздником, годовщиной создания Государственной автомобильной инспекции в нашей стране. Я поздравляю всех ветеранов, сотрудников Государственной инспекции, членов их семей с наступающим праздником Государственной инспекции. Желаю, чтобы вы всегда возвращались домой, были целы, невредимы. С праздником вас наступающим, уважаемые коллеги. Спасибо вам большое. Я напомню, что это было актуальное интервью. Сегодня мы говорили о безопасности на Ставропольских дорогах. Увидимся на своем. Продолжение следует...